Моё почтение, друзья! В этом видео я попытаюсь сравнить iPhone 11 Pro и Galaxy Note 10 Plus. Это очень хорошее сравнение, так как эти аппараты имеют одинаковую стоимость в базовой версии – 89990 рублей. Думаю, что многим будет интересно, что Apple предлагает за эти деньги, а что Samsung. Но прежде, друзья, я хочу поделиться с вами очень полезной информацией, как сэкономить на покупке смартфонов и других товаров. Дело в том, что не так много времени осталось до распродажи 11 ноября на Алиэкспресс. Напомню, что 11 ноября можно будет купить товары со скидками. Но если при покупке пользоваться кэшбэк-сервисом, то можно сэкономить ещё больше. Я уже давно экономлю на покупках, используя сервис умных покупок SmartySale. Сервисом уже воспользовались более миллиона довольных покупателей, в том числе множество моих друзей и родственников. Ведь благодаря SmartySale вы можете получать высокие проценты по кэшбэку в большинстве популярных интернет-магазинов. Минимальная сумма для снятия практически отсутствует, а мгновенная выплата может осуществляться любым удобным способом – от пополнения мобильного до вывода на карту банка. Как говорится в известной поговорке «Готовься они летом». Поэтому предлагаю подготовиться к распродажам 11 ноября и сэкономить по максимуму, пройдя простую регистрацию. Уверен, что вы будете довольны. Ссылка для регистрации в SmartySale находится в описании под этим видео. iPhone 11 Pro – это самый компактный смартфон из новой линейки Apple, а Galaxy Note 10 Plus, наоборот, самый большой из серии Samsung 2019 года. Но если в дизайне iPhone нет ничего нового, всё это мы видели два года назад на десятке, то Galaxy Note 10 Plus в этом плане абсолютно свежее устройство, которое отличается от предыдущих аппаратов линейки. Уже многое было сказано о фронтальной камере, она значительно меньше, чем монобровь, к ней быстро привыкаешь, и буквально через несколько часов перестаёшь обращать на неё внимание. Как бы то ни было, всегда можно поставить тёмные обои, её вообще не будет видно. К тому же Samsung практически не имеет рамок и имеет большее соотношение экрана-корпуса, предлагая, по сути, безграничный экран. Несмотря на большие габариты, Samsung точно такой же тонкий, как и iPhone, и имеет сопоставимую массу. Смартфон от Apple всего на 8 грамм легче, и причиной тому является применение стали. Galaxy Note 10 Plus использован алюминий. Единственным новшеством iPhone 11 Pro является задняя панель. И по оформлению камер эту модель можно отличить от тысячи других смартфонов. Кто бы что ни говорил, но мне нравится такое решение, действительно смотрится симпатично и оригинально. Ну и, конечно же, матовое стекло, это очень правильное решение. Мне безумно нравится цвет Aura Galaxy Note 10 Plus, но если использовать аппарат без чехла, то он мгновенно покрывается отпечатками пальцев. Кнопка Power iPhone находится с правой стороны, у Galaxy Note 10 Plus она переехала в левую сторону. И то, что неудобно в случае с смартфонами, Galaxy Note 10 Plus является отличным решением, так как пользователи используют это устройство в основном, держа аппарат в левой руке, а в правой – S Pen. На правой стороне у Galaxy Note 10 Plus никаких кнопок нет, и, собственно говоря, они здесь просто не нужны. Что мне всегда нравилось в айфонах – это физический переключатель в бесшумный режим. Это действительно очень удобно. Внешний вид у Galaxy Note 10 Plus мне нравится больше, хотя надо отдать должное айфону. Всё-таки за счёт использования нержавеющей стали он выглядит более премиальным и долговечным. Алюминий применяется сейчас и в бюджетных устройствах, поэтому в дорогих аппаратах хочется видеть сталь или керамику. Но, с другой стороны, это бы повлияло и на стоимость, как в случае с версией Galaxy S10 Plus из керамики. Что касается яркости дисплея, у iPhone 11 Pro он имеет максимальную яркость 800 нит, у Note 10 Plus этот результат значительно выше и составляет 1308 нит максимальной достижимой яркости. И это даёт очень хороший бонус при использовании устройства на солнце, где яркость и читаемость экрана у Note 10 Plus значительно выше. Всякий раз, когда речь идёт о AMOLED-экранах, приходится слышать от многих пользователей недовольство по поводу оттенков. Друзья, ещё раз напоминаю, что даже если вы возьмёте два одинаковых аппарата, экраны у них более или менее будут отличаться. В случае Samsung, если не нравятся естественные цвета, можно выбрать насыщенные и отрегулировать баланс белого. В случае с iPhone 11 Pro, для тех, кто видит желтизну, просто отключите режим True Tone. И в iPhone 11 Pro и в Galaxy Note 10 Plus можно включить ночной режим, и это будет вообще идеальный вариант. Что касается разрешения экрана у Samsung, оно выше 1440 на 3040 пикселей против 1125 на 2436 пикселей у iPhone. Но тем не менее, Samsung даёт возможность менять разрешение экрана в настройках. И Full HD Plus для повседневного использования более чем достаточно. То есть оба аппарата имеют очень чёткие экраны. Экран у iPhone 11 Pro не имеет таких изгибов, как в случае Note 10 Plus. Я знаю, что для многих это будет плюсом с точки зрения практичности. На такой экран без всяких проблем можно наклеить защитное стекло, а также при использовании устройства без чехла можно забыть о каких-либо ложных нажатиях. Но с другой стороны, в случае с Note 10 Plus защитная плёнка наклеена уже из коробки, а сами изгибы минимальны. Это совсем не то, что было, например, в Galaxy S7 Edge. Касаемо разблокировки с помощью биометрических данных. На iPhone 11 Pro имеется Face ID, которая, к чести Apple, работает безугоризненно даже в темноте. И, конечно же, это более безопасный метод, чем разблокировка по лицу у Samsung. Но в Galaxy Note 10 Plus есть также встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатка пальцев. И, как в случае с Apple, разблокировка происходит мгновенно. Говоря о программном обеспечении, iPhone 11 Pro работает на системе iOS 13.1.2, а Galaxy Note 10 Plus базируется на системе Android 9-й версии с фирменной оболочкой One UI. Да, конечно, сейчас имеется 10-й Android, но, тем не менее, в Galaxy Note 10 Plus почти все фишки, которые есть в десятке, присутствуют. Судя по опыту предыдущих моделей, Apple дольше выпускает обновления для своих моделей, чем Samsung. Тот же самый iPhone SE, вышедший в 2016 году, до сих пор получает новые версии системы. Это один из самых главных плюсов всех смартфонов Apple. Но при всем этом Samsung дает гораздо больше возможностей. Например, многозадачность, которой нет на iOS. Если вы хотя бы один раз попробуете те возможности, которые дает Samsung, то очень тяжело будет без них обходиться. Что касается линейки Note, это вообще особый случай. S Pen, как дополнительный рабочий инструмент, еще в большей степени расширяет опыт использования девайса. И это не просто более высокий уровень по сравнению с устройствами от Apple, но и по сравнению с аппаратами на Android. И ваш покорный слуга, начиная с оригинального Note, вышедшего в 2011 году, оценил возможности S Pen, которые с года в год становятся все шире и шире. Вы можете создавать заметки, рисовать, а также удаленно управлять с его помощью устройством. Причем нет даже какой-то необходимости разблокировать экран. Просто достаете S Pen и пишите, что необходимо. Конечно, iOS развивается и улучшается со временем. Это вырезанная система для пользователей, которые не хотят разбираться в настройках. И считаю, что Apple для них все сама сделает. И многие пользователи за это и любят айфоны. Но меня все эти ограничения после низких дней использования стали бесить. К тому же я не отношусь к пользователям, которые 5 лет пользуются одним смартфоном. Поэтому для меня проще чаще менять, но при этом иметь больше возможностей. Одной из таких возможностей, которые точно нет на айфоне, является режим DeX. Просто подключив Galaxy Note 10 Plus к компьютеру, он превращается из смартфона в что-то типа системного блока. А если активировать переход в ландшафтный режим, то Galaxy Note 10 Plus превращается в мини-планшет. Конечно же, такого на айфоне просто нет и быть не может. То есть, сценариев применения Galaxy Note 10 Plus очень большое количество. И это не просто смартфон, как в случае с iPhone 11 Pro. Несмотря на то, что в синтетических тестах iPhone 11 Pro набирает значительно больше баллов, при работе с повседневными приложениями разница абсолютно не чувствуется. Оба аппарата работают быстро, без каких-либо зависаний и лагов. Так что вы не сможете полностью оценить все преимущества Bionic A13, так как Exynos 9025 также справится с любыми задачами. Для меня до сих пор является вопросом, почему в новых айфонах базовый объём встроенной памяти составляет 64 гигабайта. Да простит меня Тим Кук, но это выглядит как настоящее жлобство по отношению к пользователям, которые выкладывают достаточно большие деньги за эту модель. Для большинства россиян стоимость iPhone 11 Pro это зарплата за несколько месяцев работы. Я думаю, что было бы нормально в базовой версии использовать хотя бы 128 гигабайт памяти. В Note 10 Plus встроенная память целых 256 гигабайт, плюс память можно расширить с помощью карты памяти, если вы не используете вторую сим-карту. И кстати говоря, второй физической сим-карты нет в айфоне, а eSIM в нашей стране только зарождается. Поэтому тут компания Apple есть над чем поработать. Одним словом, за одни и те же деньги, покупая Galaxy Note 10 Plus, пользователи получают гораздо больше памяти и возможность установки второй сим-карты. iPhone 11 Pro может похвастаться тремя 12-мегапиксельными камерами, одна из которых основная, вторая – телефото и третья – широкоугольная. У Samsung ситуация похожа. Отличие заключается в том, что широкоугольная камера здесь на 16 мегапикселей, а также добавлена четвёртая времяпролётная камера для создания 3D изображения. Камера айфона предлагает несколько режимов съёмки, панорама, портрет, замедленная съёмка, видео, фото. Конечно же, у айфона имеется ночной режим, но он не вынесен отдельным профилем. И включается только автоматически при слабом освещении. Например, сейчас освещение хорошее, поэтому камера даже не предлагает использовать ночной режим. С одной стороны, это плюс, дескать, зачем нам ночной режим, если освещение хорошее. Но, как показывает опыт с Google Pixel 3, ночной режим помогает вытягивать фото и в дневное время суток. И здесь владельцев айфона в очередной раз ждут ограничения. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Почему-то Apple решила, что ночной режим на фронталке не нужен. Но позвольте, многие пользователи покупают эту модель исключительно из-за возможностей камеры. А тут такое упущение. Теперь берём в руки Samsung. Запускаем камеру. Также здесь видим множество режимов, включая ночной режим, который выделен отдельным профилем. Теперь запускаем фронталку. И также видим режим ночь. В целом, Note 10 Plus и iPhone 11 Pro выдают отличные снимки. Да, они разные, и тут многое зависит от личных предпочтений. Посмотрите примеры фото, друзья, и оставьте комментарии, снимки какого устройства вам больше нравятся. Субтитры сделал DimaTorzok У обоих аппаратов имеются стереодинамики, я их протестировал. И однозначно могу сказать, что звук на iPhone 11 Pro громче и объёмнее. Что касается качества звука в наушниках, к сожалению, у меня нет AirPods, поэтому я слушал музыку на iPhone и Samsung с помощью Galaxy Bass. И в обоих случаях остался доволен. Оба аппарата поддерживают Bluetooth с версией 5.0 и отлично работают с беспроводными наушниками. Что касается автономной работы, честно признаюсь, меня очень порадовало, как заряд держат оба аппарата. Здесь вообще никаких проблем не было. Galaxy Note 10 Plus способен дать 8 часов экрана. У iPhone 11 Pro около 7 часов. В любом случае на полный день можете смело рассчитывать. У меня не было такой ситуации, чтобы приходилось в течение дня подзаряжать эти устройства. Оба аппарата поддерживают быструю беспроводную зарядки. Но Galaxy Note 10 Plus имеет преимущество в виде поддержки 45-ваттной зарядки. К тому же не стоит забывать об обратной зарядке, благодаря которой можно зарядить, например, Galaxy Buds или Galaxy Watch. Ни один iPhone этим похвастаться не может. Итак, друзья, я думаю, что из всего вышесказанного вы смогли сделать вывод, почему я возвращаюсь на Samsung Galaxy Note 10 Plus. За ту же стоимость, что и у iPhone 11 Pro, я получаю множество плюсов. Таких как больший экран, S Pen, новый дизайн, больше памяти, плюс поддержка двух сим и карты памяти. Настоящая многозадачность, значительно больше настроек в камере. Лучшая автономность, режим DeX и многое-многое другое. А вот какие преимущества есть у iPhone 11 Pro? Честно говоря, сложно сказать, в голову приходит только более быстрый процессор. Но опять же, как я уже отметил, что нет таких задач, которые процессор в Note 10 Plus не смог бы оселить. Поэтому прощаем iPhone 11 Pro и снова здравствуй Galaxy Note 10 Plus. Друзья, надеюсь, что это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если не сделал этого ранее. Также оставляйте комментарии, что думаете о моем решении, правильно оно или нет. И главное, не забывайте, все самое интересное еще впереди. Всего доброго, до новых встреч.